Итак, друзья, всем привет! С вами Даня Смола, и это уже третье видео из цикла про DJI FPV. Наверное, оно самое интересное для меня, потому что в этом видео мы будем заменять дальность полета DJI FPV. Прям как у Теслы. Те, кто смотрел первую часть, наверное, помнят этот прекрасный момент, когда я словил failsafe в 300 метрах от себя. Кто не смотрел, подсказочка будет вот здесь. И, естественно, после этого момента я начал всерьез задумываться о том, что, возможно, все-таки этот дрон придется продать. Потому что, несмотря на все его позитивные моменты, то, что я могу там повешать в его брошку, в его легкой управляемости, 300 метров — это реально несерьезно. И я долго рылся в интернете, искал какую-то информацию по подобным случаям, но большинство писали, что все классно, и связь там теряется. Ну, через километр, ну, никак не в 300 метрах, когда ты стоишь просто по прямой, и дрон тебе просто отказывается лететь дальше. Поэтому начал искать причину в аппаратуре, и, мне кажется, я ее нашел. Как многие знают, опять же-таки, из первого видео, после того, как я все подключил и активировал, я сразу же переоборудовал свои очки под себя, поставил на них антенны с очков с первого поколения, поставил ремешок, но это все неважно, остановимся на антеннах. Это антенны Lumineer AX2 или AXI HD, которые я использовал на очках первого поколения, которые мне очень нравятся, которые считаются одни из самых топовых вообще для DJI FPV очков. И я не учел один факт в том, что эти антенны предназначены только для частоты 5,8, так как FPV летает, собственно, на 5,8. Вот. Но когда я активировал очки, я, естественно, поставил ручной выбор канала, чтобы выбрать частоту, и выбрал ее 5,8. Частота 5,8 недоступна на территории Российской Федерации, только 2,4. Возможность активировать 5,8 есть на сайте DroneHack. У меня же 5,8 доступна по причине того, что я купил дрон в Таиланде и активировал его здесь же. Но будет крайне интересно, после возвращения в Россию останется ли частота 5,8 или пропадет. Но потом случилась вся эта ситуация с активацией, когда я долго не мог сообразить, почему мне не показывают изображение в очках, если опять же таки не понимаешь, о чем я, подсказочка в первом видео. И я так подозреваю, что настройки могли сбиться, и канал мог стоять авто, потому что другой причины я просто, ну, для себя не мог найти. Поэтому я опять поехал на пляж, на этот раз уже подготовленный, выбрал частоту 5,8, то есть вручную перед тем, как полететь, чтобы уже точно знать, что эта проблема не в частоте, если это вдруг случится. И, собственно, приехав на пляж, настроив дрон, очки, все-все-все, полетел, записал это, естественно, все на видео со своими комментариями. Как все это происходило, вы можете увидеть прямо сейчас. Поэтому приятного просмотра, ну и, собственно, перемещаемся на пляж. Так, ну, все настроили, частоту поставил 5,8, так-то, в принципе, больше ничего не менял, картинка... Я так и не понял, записывается ОЗД или нет, вот, поэтому, если не записывается, верьте мне на слово, насколько он пролетел. Народу нет, ветер небольшой, поэтому не знаю, как будет вообще по сигналу, вот, но надеюсь, что не сильно будет ему тяжело. Лечу без гол-прошки, взлетаю сразу в акр-режим и вперед. Так, все, режим макро, полетели. Так, ну, потряхивает его, конечно, так хорошо. 200 метров, летим пока что. Батарейки пишут на 10 минут. Блин, лететь над водой, конечно, сущий ад. Картинка немного фризится, дальность 500 метров, скорость 56, высота 12 метров. Чуть-чуть поднимемся. Где-нибудь вот так вот. 600 метров. Уже 700. Тем временем. Летим. Хорошо, батарейка 87%. 9 минут показывает аккумулятор. Так, взлетел вот на 33 метра, я думаю, на таком расстоянии оставит. И так, сейчас долетим до километра, и я поставлю возврат домой. Чуть-чуть. Так, приходим в ван-режим. Все. Зависаем. Так, сейчас поставлю возврат домой, чтобы был не 100 метров, а метров 20. Потому что на 100 он долго будет подниматься. Вот, да, оптимально 20 метров. 30 метров. Переключаемся в Акро обратно. Оп, Акро пошли. Так, высота 20 метров, дальность километр. Ровно. Летим. Пока что все хорошо. Картинка чуть-чуть подупала по качеству. Вот, но в целом фризится иногда прямо так существенно, но в целом как бы терпимо. 1300 метров набираем потихонечку. 1500 метров, пока что все прекрасно, никаких помех. Так, вот, фриз жесткий был. 1600. Тем временем. Картинка, ну, неплохая. То есть я приложу, наверное, запись очков. В целом все видно, все прекрасно. Так, вот жестко за фризом, в принципе. Так, слабый сигнал. Вот пишет, что что-то не так чуть-чуть идет. 1800, слабый сигнал передачи изображения. Подходим к двум километрам. 50 метров осталось буквально. И два километра, все. Два километра обрыв связи. Два километра, собственно. Все, дрон тормозит. Запись остановлена. Вот, там нахожусь я. Два километра, собственно. Заряд 71%. Слабый сигнал в видеоизображении. Так, ну, давайте полетим обратно тогда. Поле так у нас. Все. Так. Я там стик, все нормально. Так, я вот не могу понять, почему дрон у нас стоит на месте. Вот это вот мне не совсем понятно. То есть я... Он просто завис. То есть он висит вот в двух километрах от меня. Если я нажму, допустим... Так, нам надо переключиться, да, я так понимаю? Нет, он все равно висит. То есть он поднимается по... А, вот, пошел. Вот этот момент не совсем понимаешь. В прошлый раз, когда он поймал фейлсейф, ситуация была примерно такая же. То есть дрон в какой-то момент перестал просто реагировать вообще на все и просто остановился. Так, сейчас вот опять. Слабый сигнал. Это я понимаю. Как мне тебя вернуть домой? Так, а все, вот опять полетел. То есть вот этот вот момент не очень понятен, почему он в какой-то момент вообще перестает реагировать. То есть он либо не видит вообще сигнал, да, скорее всего, он вообще теряет сигнал и пытается найти, но так как команды возвращения домой нету у него. Так, если мы сейчас нажмем возвращение домой. Так, все. Возвращение на базу. Все, он автоматом полетел. Вот сейчас все классно. То есть, скорее всего... Так, я не знаю, как тут камера. Она чуть-чуть у нас подупала. Скорее всего, он теряет связь у нас с пультом и в какие-то моменты находит, реагирует, но в какие-то моменты он опять у него пропадает. Вот. Сейчас вот он летит на автомате. 1300 метров до цели. Возврат на базу. Все в целом нормально. Вот. Ну, я думаю, что да, что скорее всего проблема именно в том, что он реагирует на возврат домой, потом опять теряет, не может найти, но если нажать автоматический возврат, то все получится. Вот. Но 2 километра в целом, ну, конечно, не предел мечтаний, но я считаю, что неплохо. То есть, это не 300 метров, как у меня было в прошлый раз. И удобно достаточно то, что вот он сейчас сам у меня летит. Красота 30 метров. Высота 800 метров до меня. Вот. Надеюсь, что издать все-таки запишется, но что-то мне подсказывает, что может быть нет. А там вот еще рядом, кстати, у нас относительно далеко аэропорт, слышно самолеты. И, возможно, не очень хороший сигнал может быть из-за этого. 500 метров, 550. Уже картинка вернулась в свое изначальное состояние. То есть, все хорошо. Все вот эти китайские штативы, конечно, просто никогда их не покупайте. Купите сразу хорошие, и все будет у вас хорошо. Так. 200 метров. Буду туда сейчас отменять и ловить в руку, видимо, блин камера просто уехала. Так, ну, собственно, вот этот товарищ. Два километра в Акро. Он, в принципе, преодолел. Все хорошо. Ничего не повредилось. Слава богу. Главное, что вернулся. Батарейки еще осталось 40%. Не знаю, может попробовать еще небольшой такой пролетик сделать. Вот вдоль тут скал. Не по прямой полететь, а туда вот наискосок и посмотреть, как будет реагировать, потому что, в принципе, батарейка еще позволяет. Вот. Так что сейчас слетаем туда. Так, вроде придумал, как-то зафиксировать камеру. Так, берем... Ой. Так, разворачиваемся. Так. Акро режим. И полетели. Так, высота у нас составим метров 30 и полетим в сторону вор, туда вот за хребет улетим. 200 метров. Полет нормальный. Так, повернемся лучше. Встану, попробую. Поближе к камере. Надеюсь, я у камеры, а не у стула. Вот. Чтобы звук был получше. 400 метров. Картинка хорошая. Там вот сейчас будет поворот за гору. И вот интересно, как он себя там вот поведет. Главное, чтобы он сейчас не словил возврат домой. А, ну вот. Я долетел бы с среднего пляжа. На FPV на обычном в тот раз я не смог вот до сюда долететь. Блин, прикольно. Так, ладно. Бумер, оп, оп, все. 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 Картинка пропала. Так, слабость. И нам вот сейчас страшновато, потому что я там поставил весьма низкую высоту. И вот интересно, как он сейчас... Так, а, нет. Все возвращается. Слушайте, все хорошо. Так, безопасный возврат домой. Нажмите кнопку паузы. Так, кнопку паузы нажали. Потому что летим мы четко в деревья. Ну, вот сейчас было достаточно дальше, чем на обычной FPV. Где-то метров в 700-800. Не успел я посмотреть, сколько было в последний момент. Но он реально залетел за гору. И... Ну, то есть, там сигнал, конечно, был не очень. Вот. Но я забыл, конечно, то, что я поставил 30 метров. И сейчас была очень большая вероятность, то, что он мог влезаться в елки. Я не совсем понимал. Летательный аппарат рядом. Интересно. Такого я еще не видел. Интересно, обходил бы он деревья или вписался бы в них. Потому что, по идее, там встают парктроники. Но, опять же таки, я их не юзывал, не проверял, как они вообще работают. Вот. В общем, летим на базу. У меня вот почему-то только не работала запись. И я вот надеюсь, что до момента обрыва связь была и все писалось. Потому что, если нет, то это, конечно, будет. Так, я сейчас не понял. Блин, ну как так-то? То есть момент, когда он потерял связь, он зачем-то остановил видео. Ну, окей. Это я еще могу понять. Но... Он остановил видео и не включил его обратно, когда связь появилась. То есть все, что я летел обратно, видимо, не записалось. И то, что я сейчас летал за город, тоже не записалось. Это печально, я вам скажу. Итак, собственно, вот как это было. Замер дальности удалось улететь нам на 2 километра. Не знаю, считать это плохим результатом или хорошим, но в целом результат такой достаточно средний. Что могу сказать, какие возникли проблемы? Проблема номер 1. То, что прекратилась запись у SD. Во-первых, вообще, что не пишется у SD, пишется только картинка из очков. Это на самом деле не круто, потому что хотелось очень приложить прямо скриншот с записью того, как набирается высота, дальность и так далее и тому подобное, чистота сигнала и все в этом роде. Ничего этого не записано, записано только картинка из очков. После того, как произошел обрыв связи, в первый раз, когда я только долетел до отметки в 2 километра, запись в очках прекратилась и больше не возобновлялась. Запись с дрона осталась, я до конца не знал, есть ли она или нет, и до последнего думал, что все придется переснять, потому что был уверен, что записался ровно до того момента, когда я долетел до этих толщавых 2 километров. После этого, когда я вернулся уже на точку старта, полетел по новой, уже за скалу, там произошел обрыв связи и запись прекратилась вообще окончательно. В очках она уже не писала, с камерой она почему-то тоже приостановила запись и все на этом. То есть картинки обратного полета уже нету, как вы могли заметить из видео. И это, конечно, не совсем понятно, потому что первый раз после обрыва запись не прекратилась, второй раз после обрыва запись прекратилась. И вот этот момент, который надо постоянно контролировать, чтобы не получилось так, что вы куда-то улетели, у вас произошел обрыв и вы просто не записали ничего, его надо контролировать и это на самом деле не есть круто. При том, что очки после того, как восстановили связь, не было понятно, когда вот это произошло в первый раз, не было понятно, идет ли запись или нет. Я это понял уже только, когда я подлетал, но подумал, что ну ладно, я же у меня там пропала связь и, наверное, все продолжается. То есть если бы реально запись остановилась после первого обрыва, все, что я там наговорил, это было бы просто впустую. Ну и я говорю, что это как минимум странно, потому что, как мне кажется, что после потери сигнала запись автоматически должна начинаться и я уже вручную должен ее там останавливать или продолжать записывать. В целом, что могу сказать, картинка была реально хорошая, иногда фризилась очень жестко, но в общем и целом можно сказать, что тест достаточно удачный. Главное, что это не было 300 метров, потому что я очень сильно переживал и думал, что если, блин, сейчас опять это произойдет, это будет не круто. Есть желание, на самом деле, потестить это все в 2,4, но это надо делать на стоковых антеннах и я не особо вообще понимаю, зачем это мне надо, потому что, ну, все в основном летают на 5,8 и считается, что это более такая чистая чистота, чистая чистота. Вот. И, собственно, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что тест, в принципе, прошел удачно. Я не знаю, как назвать это, удачно или неудачно, но 2 километра для меня, в принципе, это приемлемый результат. Поэтому дальше у нас, я уже не знаю, на самом деле, что еще про него рассказать. Опять же-таки, вернусь к вопросу о хейте этого дрона, что все продолжают его покрывать одним местом, что это не то, что это не круто. Кто-то сравнивает его с синевупами, вот этого я вообще не понимаю. Продолжите и сравнивайте его с Nissan GTR, с холодильником Electrolux, я не знаю, и носками с фабрики какой-нибудь на Таганском ряду. То есть, ну, люди уже реально не знают, куда приплести это название DJI FPV, потому что тема сейчас реально хайповая. И я, наверное, тоже в какой-то мере записываю эти ролики, чтобы люди узнали, как-то собрать просмотров, но по большей части мне самому все это было интересно. И я записываю это просто как бы, это вот не основная моя деятельность. Я просто поехал, думаю, ну, запишу, кому-то будет интересно. Потому что многие реально писали, спрашивали, стоит ли, не стоит. И чтобы всем по 50 раз не отвечать, я просто скидываю там ссылку на видео. Вы сами видите, что нет никакого цветкора, там обработки и так далее. Это просто вот реально записалось, закинулось, смонтировалось за 3 секунды, выложилось. То есть нет никаких там суперподготовок. А люди зачем-то реально уже не знают, к чему его привязать там. В общем, это их дело. Поэтому на этом, наверное, я уже не знаю, что еще про него рассказать. Дрон мне понравился, я, безусловно, его оставлю. Остается вопрос все-таки, ну что же мне снимать, потому что мне реально нравится картинка с GoPro, мне нравится обрабатывать ее в RealStady. Но тогда, опять же таки, повторюсь, вся вот эта вот конструкция, она как бы бессмысленна, потому что все это можно сделать с обычным FPV. Здесь есть крутые фишки, которые мне нравятся, здесь есть интересные моменты, которые мне нравятся. И я не знаю, честно, как к нему относиться. То есть оставить его как дрон, как Mavic, с возможностью, опять же таки, аккоррежима, я, наверное, так и сделаю. Потому что, ну, я понимаю, что этот дрон реально не FPV, это больше все-таки Mavic, но возможность с него делать крутые динамичные кадры тоже присутствует. Поэтому, если я буду на него снимать, то буду, скорее всего, снимать на эту камеру. И если мне вдруг понадобится какой-то экшн-кадр, я просто поставлю на него GoPro и слетаю там, куда мне нужно. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Если у вас какие-то есть вопросы, замечания, пожалуйста, не стесняйте, пишите в комментариях, без проблем обсудим. Если есть еще какие-то пожелания, чтобы снять про что-то конкретно видео, если, допустим, мы эту тему не затагивали, тоже пишите. Я этот вариант рассмотрю, и, может быть, если это будет интересно, мы реально все это запишем. Я продолжаю снимать здесь, на него в Таиланде. Буквально через три недели мы отправимся в Россию. Будет интересно, в интересе, на самом деле, момент пропадет ли частота 5,8, потому что в данный момент, находясь в Таиланде, частота 5,8 разблокирована. И многие люди, находящиеся, допустим, в России и активирующие устройства там, пишут, что 5,8 там недоступны, только 2,4. И, соответственно, им приходится перепрошивать через DroneHack дрон. Это, кстати, стоит 25 евро. И у них разблокируется FCC, частота 5,8, и они могут регулировать, ну, то есть выбирать между 2,4 и 5,8. У меня здесь сейчас, видимо, из региона, частота 5,8 разблокирована уже с завода, вот. Но, по идее, если я вернусь в Россию и он там обновит свое местоположение частота 5,8, должна пропасть. И вот этот момент мне очень интересен и интересно будет его посмотреть и что же там по итогу все-таки произойдет, останется эта частота или нет. Ну, а так, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, пишите ваши комментарии. С вами был Даня Смола. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok